всем привет это обзор от меня сегодня у нас хилтон кемер что я могу сказать вы все прекрасно знаете что я обычно говорю сначала плюс потом минусы на сегодня давайте немножко изменим я сегодня буду просто гулять по отелю и буду за кадром вам рассказывать что мне понравилось и что не понравилось в отеле договорились ну что друзья давайте вот это собственно говоря огромный двор такой вход в дабл фри или хилтон в эти карту посмотрим видите он такой вытянутый на самом деле вот сверху вход вот этот двор где мы сейчас стоим и сейчас пойдем вот к вход дальше вы проходите сквозь собственно говоря сам отель и выходите или вдоль вот этого бассейна и спускаетесь сюда на развлекательную зону или вот здесь как бы как второй ресторан вот видите да и вот здесь небольшой такой пляжик на самом деле пляж очень удобный ну что давайте пойдем видите целых пять звезд давайте так вот я вам сразу скажу если вы с детьми едете сюда ну с детьми которым старше три годика здесь сделать нечего если вы хотите огромные тусовки и так далее здесь сделать нечего но здесь офигенный сервисы очень вкусно кормят все мне очень все тут понравилось на самом деле но еще раз если без детей ехать ведь это мы зашли повернули направо здесь такой прикольный барчик кстати очень хороший сервис здесь нет вот этого навязчивого вы прекрасно знаете что я не люблю да вот посмотрите никакого такого навязчивого вот этого или панибратства турецкого нет здесь прямо такой европейский уровень хороший видно что за этим отелем смотрит то есть кто-то и прям очень хорошо работает с персоналом вот мы прошли насквозь видим маленький такой хольчик и вот здесь собственно говоря вот справа 20 метров сюда 10 метров и вот видите корпус идет прям до моря а вот здесь вот это самый длинный как бы центральный бассейн по факту один еще раз отели очень маленький но комфортный вот возвращаемся сюда знаете анимация кстати очень простая там здесь вот прям за бассейном между возьми сейчас там пройдем и между бассейном и морем такую как бы типа амфитеатра и там собственно говоря все происходит мы повернули направо посмотрели здесь такой как кафетерий кстати детик постарше вот здесь тосят почему-то несколько раз видел здесь собственно говоря рецепшен очень приветливые люди адекватные всегда есть русскоязычные спускаемся вниз вот сам ресторан расположен внизу и вот эти все воспомогательные магазинчики даже сейчас вы увидите огромный винный магазин с хорошим вином не только турецким вот так как я был несколько дней здесь жил по работе поэтому я вино и пил вот вот видите туда там магазинчики конференц-зал у меня кстати можете посмотреть на профессионально моем канале там где мы занимаемся организации мероприятий я сейчас здесь вставлю вы посмотрите собственно чем мы занимаемся и вообще хотите сейчас я покажу чем я занимаюсь вот идем это ресторан мы зашли в ресторан вот видите ресторан как бы идет тоже по направлению к морю кстати очень хороший сервис круглосуточно он кажется работает ночью можно даже всякие супчики там всякие он там небольшой ассортимент ночью тоже можно перекусить если вы прилетели на самом деле насчет этого они молодцы всегда тут пара официантов бегают ночью даже четыре утра мы заканчивали работу и приходили и работали здесь это вот сейчас днем и вот смотрите вот днем чем прикольно вот сейчас если пройду я кажется да там пройду мы пойдем выйдем на улицу и там будет такое большое количество как бы таких футраков ну вот таких на которых знаете там обычно продают разную еду и вот там тоже будет разный да вот кстати смотрите здесь вообще как в каком-то жизнь марте сделано знаете таком хорошем как бы так сказать в таком цивильном магазине европейском все очень свеже кстати разнообразие фруктов вы посмотрели абсолютно бесплатно вот видите здесь вот справа налево футраки стоят там просто какие-то бургеры японская там корейская там итальянская и так далее так далее и слева вот еще идут прям на самом деле по еде прям очень хорошо по разнообразию мяса очень хорошо мне есть чем сравнивать вы можете посмотреть мой обзор про позорный кремлин ну реально позорный во всех отношениях да он гораздо больше у него там для детей крутой клуб и так далее но блин здесь по идее все круче прям реально пятерка реально хорошая классная пятерка вот мы проходим дальше я бы здесь и дал бы вам лайв звук но тут везде музыка и авторские права youtube никто не отменял будет кричать поэтому я вам переозвучу кстати два или три дня не мог здесь все взять хэнд мэйд или хоум мэйд да домашний домашнее производство на самом деле очень вкусный бургер классный вот не такого в турции обычно резиновая там булка и непонятно мясо из чего прям реально круто мне очень понравилось здесь прям вкусно знаете вот какой-то в частной бургер на этому здесь кстати вот такой бильярдик вот видите они на второй этаж нам надстроили и там на втором этаже такой типа как клуб и ночью там все тусят а вот пляжик он маленький компактный на самом деле мне на пляжу удалось только в первый день как я прилетел мне не было работы и вот улетал я там уже дня через четыре я еще наверно с утра позавтракал пока самолет я там потусил очень мне понравилась крупная галечка такая прикольника мы сейчас туда дойдем обязательно с вами вот сейчас давайте мы сейчас делаем перерывчик посмотрим с вами давайте да вот сейчас посмотрим мы с вами от комнату рум рум тур сделаем и потом продолжим договорились вот а кстати вот это вот можно идти стать и в обратную сторону и дойти до ну все собственно давайте ром турчик ну а кстати вот выход еще здесь есть даже есть выход самом деле старенькая старенький такой аквапар чик такой прям вот на большой видите мы с обратной стороны зашли в принципе нормально весь обзор собственно уложится вот меня только что сделали уборку я так как всегда все раскидал на самом деле все комфортно до чего бы я докопал вот вот здесь вот вот вы увидите вот вот провален пол только немножечко видимо просила все все остальное прям ну правда хорошо наполнен здесь есть всегда пиво минеральная вода вода еще соки кола и так далее достаточно удобная кровать высоковато для меня она в принципе нормально что улица на улице но видно на озеро хотел сказать на вид на озеро у меня сейчас я постараюсь его вам показать вот такой вид тут горы вот там кстати море теплое можно сейчас искупаться сходить но я не успеем заходишь вот собственно говоря дизайн мне такой дизайн нравится в шкафах все очень просто с подсветкой здесь смотреть особо нечего и здесь тоже полочки туалет заслуживает отдельного одобрения вот давайте начну первое это плюс посмотрите ребят по уму прикреплены все не валяются хотя специально для есть вот такая полочка удобно очень комфортный переключатель без заморочек горячая холодная и две переключения души все никаких заморочек удобный выход по рожек всегда несколько полотенец и главное что мне нравится то не делают всегда здесь тумбу а вот здесь нет тумбы видите и там не подлезть и обычно плесень здесь не плесени все убирается все комфортно очень удобно и хорошая правильно называется фурнитура да вот это я так что по номеру мне вообще претензий нет мы занимаемся организацией праздников и мероприятия меня зовут анатолий и я арт-директор компании зотов ивент наши основные направления это мероприятие для бизнеса и частные или личные праздники проекты для сотрудников все что касается лояльности к вашей компании выявление лидеров сплочения коллективов мы просто можем подружить два ваших отдела допустим производства и продажи запросто мероприятие для партнеров это поставщики и дистрибьюции все что касается семинаров и различных выставок кстати сегодня мы делаем крутой форум макфа а буквально через три недели подобный форум но в турции частные или личные праздники шикарные юбилеи свадебные торжества розыгрыши и многое другое мы базируемся в челябинске но за последние пять лет география наших праздников испания италия кипр а на прошлой неделе у нас был нижний новгород там выступала группа дюна мы решаем задачи бизнеса поставьте нам цель и мы решим ее алло sting позвоните нам или зайдите на сайт нет нет не вы sting да хорошо ну что давайте продолжим вот ведь кстати вот фудфраками здесь все решено и в них постоянно есть алкоголь и еда разного типа и не только сухомятка кстати вот мы спускаемся есть получать полотенчик на самом деле пугают что там штрафы на самом деле я вот ходил там что раз пять на море и даже не проверяли у меня просто брал полотенце уходил здесь туалетные какие-то зоны кошки бегают здесь все всегда очень чисто очень опрятно мне очень понравился здесь сервис ведь я сразу иду на такой большой достаточно пирс еще раз скажу я был по работе поэтому мне вот как-то особо не но мне очень к фонку видите даже вот специальные такие как лесенки сделаны лохмасенькие чтоб можно было по ним забираться кстати вот на этой стороне почему-то всегда тусил вот море очень теплое хорошие прям хорошо тут ребят вот правда если вы видите особенной тусовки хотят здесь вот для вас и тусовки будет нормально то прямо вот сюда нужно ехать опять видите всего решено футраками ну что в заключении могу сказать сегодня вот такой вариант решил я погулять порассказывать вам если бы я поехал без детей женой с девушкой я бы наверно поехал сюда я поехал с детьми я сюда наверно не приехал и себе наверно поехал сюда с тусовкой чуваков но тоже наверное сюда не поехал или бы здесь было базово потому что все-таки еда алкоголь очень даже неплохо очень правда несмотря на маленький такой размер отель поэтому напишите что вы по этому поводу думаете спасибо